Лиза Арзамасова Про наш переулок В огромном-преогромном современном городе, в нашем маленьком-прималеньком переулке, сохранилась совсем несовременная атмосфера. Так мама говорит «несовременная атмосфера» и очень довольна улыбается. Здесь нет высоток, офисов, кафе, ресторанов, магазинов и салонов красоты. Движения в переулке односторонние, и водители стараются объезжать его, чтобы не встать в пробку в часы пик. Пацаны на детской площадке играют в автоугадайку, загадывают, какого цвета будет следующая машина, которая медленно, с ограничением скорости, через несколько лежачих полицейских проползет по нашей маленькой улице. Иногда приходится минут по пять ждать. В солнечном переулке всего три пятиэтажных и восемь трехэтажных домов. Пять по четной стороне и четыре по нечетной. Не сходятся? Это не моя ошибка, я считать умею. Просто после третьего дома по нечетной стороне у нас идет сразу седьмой, а вместо пятого есть дома 3А и 7Б, которые прячутся за высокими деревьями в полисаднике после дома 3. В большом дворе этих А и Б происходят самые удивительные и иногда немножко волшебные события, о которых, конечно же, знают только жители нашего переулка. А остальным до нас и дела нет. Рассказывать чужакам с соседних улиц про личное у нас не принято. Во-первых, эти рассказы могут любому показаться очень скучными, нужно вместе с нами на одной улице жить, чтобы было интересно. А во-вторых, не все умеют видеть чудесное. Еще мы очень боимся, что о нашем солнечном переулке вспомнят какие-нибудь инвесторы и строители, снесут нашу маленькую жизнь и построят на ее месте продолжение огромного города. Этой страшилкой старичок из дома 3А пугает всех взрослых и детей почти на каждом застолье в полисаднике. Да, жителей в нашем переулке так немного, что почти все мы умещаемся за большим столом во дворе. В пятиэтажных домах по два подъезда и по две квартиры на лестничной площадке, а в трехэтажных по одному подъезду и тоже по две квартиры на каждом этаже. Вот и посчитайте, сколько у нас всего квартир. Посчитали? Нет? Ну ничего страшного. Такие подробности вам, наверное, уже и не нужны. Кому сейчас интересны подробности? Хотя, именно в нашем переулке они очень важны. Дедушка из дома 3А говорит, что во всем мире люди уже давно живут без этих самых подробностей, и именно поэтому значения не имеют даже глобальные события. Я хорошо запомнил эту мысль, потому что взрослые ее долго обсуждали. Поговорить о том, что же в большом мире никому больше не интересно, любимое занятие наших жителей за большим деревянным столом в теплое время года. Дети обычно бегают вокруг стола и рядом на площадке, шумят, играют в разные игры. А я всегда сижу в беседке неподалеку и жду, когда подрастут Ира и Димка из дома 7 и станут называться подростками. Пока подросток тут один я, но мне совсем не одиноко. Я все еще могу верить в чудеса и уже начинаю понимать, о чем говорят взрослые. Раньше подростков было больше, и я не успела с ними поговорить по душам. Теперь они тоже стали взрослыми, а некоторые даже переехали, поженились там с кем-то, стали жить самостоятельно и... Наверное, их сожрал большой город, потому что они не приезжают в гости. Должен сразу признаться, что и подросток-то я почти. Так меня называют родители, потому что мне исполнилось 11 лет. Я хотел было сказать, что я еще ребенок, но вижу, как им хочется почему-то, чтобы я побыстрее вырос, как они гордятся тем, что я старше всех детей в солнечном переулке, и решил их не расстраивать. Подросток так подросток. Я знаю всех жителей переулка по именам и фамилиям. Только старичок из дома 3А ходит у нас без имени. Все его называют Дедушка. Мне неудобно спрашивать, как его зовут. Если бы он хотел, чтобы мы называли его по имени и отчеству, он бы уже сто раз нам их напомнил, как любит напоминать про все остальное. Живет он в маленькой квартире на первом этаже. Один. Так что даже и не подслушать, как его родные называют. Несмотря на то, что все мы любим подробности, лишних вопросов у нас задавать не принято. Лишними моя мама называет те вопросы, вместо ответа на которые хочется заплакать или врезать. Два года назад я специально выучил и запомнил слова «бестактность» и «деликатность», которые очень любит мама. Но в школе они мне не пригодились. Если они мне вообще никогда не пригодятся, не беда. Я люблю узнавать новые слова и понимать их значение. Каждый житель Солнечного переулка ходит на учебу и работу в огромный город. Некоторым не нравится наш несовременный двор, и они убегают в центральные районы города, где все сверкает и шумит. У нас даже есть три пустые квартиры, которые продаются, но их никто не покупает. Мама говорит, что наш переулок — это уникальное место. Я ей верю, хотя я еще мало где бывал. Может, и уникальное. Глава вторая. Про магию имени Костик. Я не представился. Меня зовут Костик. Если по-человечески, то Константин. Если с отчеством, то Константин Алексеевич. Во дворе и в школе меня зовут Костя. Только у имени Костик есть магия. Все остальные слова — сущая формальность, как любит говорить дедушка из дома 3А. Константином меня чаще всего называют в школе, когда к доске вызывают. Родители произносятся тяжечкой на букву И. Константин. Когда я что-то натворил. Когда делают вид, что советуются со мной, я тоже Константин. Когда папа вдруг хочет со мной поговорить по-мужски, без Константина никак не обойтись. На тетрадках и в учительском журнале я тоже Константин. А однажды, когда к нам в школу пришла одностранная учительница, у нас у всех вдруг отчества появились. Мама сказала, что рановато. Тут я не буду спорить. Когда на уроке я услышал фразу «А вы что думаете по этому поводу, Константин Алексеевич?», я даже не понял, что это ко мне обращаются. «Нет, я в курсе. Я помню, что папа у меня Алексей, и что когда-то, когда я буду надевать серый костюм и ходить каждый день на работу в офис, меня будут звать по имени-отчеству. Сейчас не готов. Уж слишком это страшно. Вот так сразу, без подготовки, стать Константином Алексеевичем». Учительница, кстати, у нас долго в школе не проработала. Она приходила на замену и вскоре вернулась в свой колледж. «Костя – нормальное имя. Ничего особенного. Я себя обычно чувствую, когда меня так называют. Пацаны в школе иногда еще кричат «Костян!» «Тоже норм!» Я отзываюсь. Понимаю, что так мы взрослеем. Однажды я одного взрослого соседа, который живет этажом выше, «Костяном» назвал. Он мне крикнул с балкона «Привет, тезка!» А я ему в ответ «Привет, Костян!» Он очень сильно смеялся, а мама сказала мне «Не фамильярничай». Жестко так сказала. Пришлось гуглить. Искать, что значит это слово. В разговоре с моими родителями мне часто нужен переводчик. У папы я переспрашиваю, если что-то не понял. А маму не хочу расстраивать. Она думает, что «Парень в одиннадцать лет уже все обычные слова знает». Я не уверен, что моя мама использует обычные слова. В школе бы мне сказали «Не хами». Папа говорит попроще, но у него тоже есть те еще словечки. Мама возмущается и краснеет, когда он их произносит. И говорит «Ну не при ребенке. Оставь свой сленг из девяностых». Папа бурчит. Мужик же растет. Ну и дальше у них начинается что-то про литературу и разное воспитание в семьях. Папе больше логики. Мама часто путается, называет меня то ребенком, то парнем. Я не уточняю, чтобы она еще больше не запуталась. Начнутся подробные объяснения, почему так, почему не так. Потом и вовсе разговор может до поэзии дойти. Мама у меня филолог. Папа тоже умный. Я точно не уверен, но мне так кажется. В молодости он был спортсменом. Мама говорит, что спорт плохо влияет на интеллект, поэтому отдала меня в музыкальную школу. Папа очень расстраивается, когда я дома играю на скрипке. Он сразу уходит в беседку, если лето, поболтать с дедушкой из дома 3А. Дедушка ко мне неплохо относится, но когда папа несколько раз повторяет, кого мы растим, разве это мужик, пиликает, как на пиле пилит, дедушка никогда не спорит. Смотрит сочувственно и очень тяжело вздыхает. Значит, тоже не уверен, что мужик. Я не знаю, как должны расти мужики и никак не могу понять, если папа с дедушкой знают, почему они по-хорошему с мамой не поговорят. Она вполне договороспособная. Она сама так и говорит. Со мной всегда можно договориться. Я договороспособная. Ошибается. Нет. Не всегда, конечно. У меня не получается. Ну так я еще и не взрослый человек. А эти двое. Непростая тема. Я много думал по этому поводу. Субтитры создавал DimaTorzok